Что ты там ешь? Ложку облизываешь мою? Да, чтобы чистая была? Нет, мне уже не нужна такая ложка. Женя, не жри. Говоришь и жрёшь, но ты уже совсем. Сейчас мы проверим, какое у него качество, у этого поникшего кетчупа. Что, тебе на это денег жалко, что ли? Ну нет, ну это не томатный кетчуп, ну нет. Без твоего хлопка вот ничего бы не получилось. Естественно, я тут самый главный. Я главный, мне мама так всегда говорила. Привет, дорогие мои. Давно мы не виделись на этой кухне, за этим столом. Отлично! Наконец-то будет весело! Недавно мы ездили жарить шашлык, у нас была такая выездная, необычная дегустация. Мы на рынок съездили и в красивый загородный домик. И для нас это большая радость. Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Если вдруг вы его не посмотрели, обязательно посмотрите. Он очень интересный, веселый, смешной. Чего вы ждёте? И в продолжении этого выпуска сегодняшняя наша дегустация. Мы с вами вдарим по классике. Блин! А эту слабо бросить? Давай уже, сделаем всё красиво! Вот Балтимор, для меня вообще было удивительно найти эту баночку. Я помню ещё с детства эту рекламу Балтимор. Ты помнишь, как её рекламировали? Нет. Но я помню, что реклама была. Наш томатный спонсор! Во-первых, давайте всё красиво расставим. У-у-у-у-у-у-у-у... Будет волшебство. Теперь я расставлю. Кетчуп это соус на основе томатов или томатной пасты с добавлением уксуса, сахара и специй Конечно, многие производители добавляют всякое разное, там консерванты, загустители, красители, подсластители А еще кетчуп может быть стерилизованным, когда его разливают в упаковке горячим И не стерилизованным, когда его разливают холодным, но при этом добавляют в консервант для того, чтобы он не портился Это тоже глупость, вы о чем говорите, друзья дорогие Как же нам вообще найти в магазине хороший кетчуп? Во-первых, все кетчупы делятся на несколько категорий Категория экстра, высшая, первая и вторая Категория экстра, естественно, самая идеальная Допускаются только томаты, пряности, соль и ничего больше Никаких консервантов, красителей, загустителей быть не должно Высшая категория, это тоже хорошая категория, там тоже не допускаются консерванты и красителей И также достаточно высокое содержание томатов Ну а первая и вторая категория, это такие категории эконом Там можно встретить все, что душе угодно Даже крысы Что еще нужно знать? Конечно, ориентируемся на срок годности Чем он короче, тем лучше Цвет кетчупа должен быть от красного до коричневого Консистенция густая и однородная И пахнуть кетчуп должен томатами и теми ингредиентами, которые в него добавлены Если томаты и специи, значит, должен пахнуть теми специями, которые там Если крыса, то крысой Заткнись и жри Кстати, очень многие производители, я почитала в некоторых статьях, добавляют много уксуса Для того, чтобы скрыть качество томатов, сделать такой вот кислый привкус Ну типа, как будто там кислые помидоры Ну что можно взять? Ну бред же, это глупость какая-то Как так может быть? Вообще, кстати, по вкусу кетчуп должен быть сладким, острым или кисло-сладким Короче, любым Короче, любым Да, ну только соленого нету Вообще, изначально кетчуп был придуман грибным Он был придуман в Великобритании Был сделан из грибов и назывался кетчупом А уже томатный кетчуп появился в Америке примерно 100-150 лет спустя И вот томатный кетчуп стал более популярным, распространился по всему миру И вот сейчас производство до сих пор является одним из самых популярных продуктов Как будем выбирать? Конечно же, я постараюсь найти категорию экстра Если есть, будет супер Будем искать высшую категорию Для меня это тоже хороший показатель Это если мы выбираем кетчуп исключительно по этике Первую-вторую категорию брать не будем Ну как бы, блин, зачем брать для своей семьи первую-вторую, если есть высшая А если они дешевле, почему бы не взять? Ну слушай, я не так много ем кетчупа Совсем чуть-чуть я его ем И не настолько он дорого стоит, не каких-то там сотней рублей Ну разница будет там рубль-два Вот я бы взяла, например, то, что более качественно Ну что, перед нами богачка Как бы, богачка Помидюр Кетчуп томатный, категория первая Нестерилизованная с применением консерванта Честно говоря, вот дальше читать не хочется уже состав Тут уже все сразу сказали, с применением консерванта категория первая Ну, я бы так сходу не взяла Отставляем Кетчуп хайф Стопроцентные натуральные ингредиенты Вода Никаких особенных консервантов я тут не вижу Я думаю, что он может побороться Томатный кетчуп кальво Очки принести, наверное Ну, кстати, очень плохо написано Вот как дизайнер, ты поймешь Вот посмотри Вот посмотри Состав Золотыми буквами по-красному Ни черта же не видно Какие-то размытые еще буквы Ну, все с печатью у кальво Выжил Выжил Вижу Там так и написано Состав Вода питьевая Без консервантов, без ароматизаторов, без крахмала, без использования ГМО Я думаю, что можно его отставить Высшая категория написана Принимаем Махеев Томатный кетчуп с натуральными специями Сразу вижу, без ГМО Кетчуп томатный, первая категория Вода питьевая Томатная Регуляторы кислотности Уксуса и молочные кислоты Антикислитель Аскорбиновая кислота Консерванты сарбаткали Ну как? Да так! Я вообще уважительно отношусь к Махееву У них есть хороший майонез Но вот конкретно этот кетчуп Не соответствует моим требованиям Возможно, у них есть что-то другое Поэтому его мы сегодня не выбираем Дальше Ну слушай, ну так Слобода Томатный кетчуп Кетчуп слобода Томатный Высшей категории Масса Томатов Хороший состав Берем Золотая капля Кетчуп классический Вода Паста томатная Сахар Уксус пищевой Спиртовой Загуститель Консервант сарбаткали Ну, как бы нет Не окей Мистер Рикко 100% томаты Кетчуп томатный Кетчуп томатный Непастеризованный Высшая категория Нормальный состав Берем Томатчо Кетчуп томатный Нестерилизованный Первая категория Консервант сарбаткали Беза от натрия Ну, как бы нет Балтимор Вода питьевая Вода питьевая Томатная паста Крахмал гороховый Подсластитель Сахарин Ну, все красиво Раскошелись на эту стеклянную бутылку Но по составу я бы не взяла Поэтому, ну, нет Кетчуп для всей семьи Томатный АБЦ Написано Нестерилизованный С применением консервантов Вторая категория То есть самая низкая категория Вода питьевая Антиокислитель Аскорбиновая кислота Загуститель И крахмал кукурузный Ну, короче Стабилизатор сарбаткали Ну, вам понравится Минский кетчуп томатный Кетчуп минский Томатный Категория вторая Нестерилизованный С применением консервантов Ну, нет В финал нашей дегустации Вошли 4 образца Это Рика Мистер Рика Слобода Кайнс И Кальвер То есть это те кетчупы Которые я бы купила Просто читая упаковку В магазине Не зная ее вкуса Не пробую их заранее Вот пришла в магазин Прочитала, взяла Среди них мы выберем лучший И мне очень интересно Среди тех образцов Которые не прошли Мой предварительный отбор Также выбрать самый вкусный А вдруг среди них Есть какой-то классный Вкусный кетчуп А я его просто пропущу Поэтому Что ты хлопаешь Навременно я стучу Ну, на же ансамбль Одеваем маску Одеваем Одеваю Маску А может надеваю? Может Надеваю? Не знаю Проверка тебя Проверяю Быстро Быстро Одевать ребенка Надевать Себя На себя что-то Да? Надевать Надеваю маску Пахнет томатами Специями Никакого постороннего вкуса нет Запах Пикантно так Немножечко остро Вот это такой Кислоострый вкус Томатный такой Прям томатный Томатный Мне вот вкусно Первый образец Но меня ничего не смущает Мне вкусно Поэтому оставляем Отлично потраченные деньги А что это? Кетчуп А что он тут делает? Ты его вылила из ложки Дай я вытру об тебя Подожди И вот эти Прижму так К земле Чтоб не отвлекали Вот этот Кстати совсем другой вкус У него такой сладковатый вкус Может быть поэтому Он так не пахнет пряностями Как предыдущий образец Вот как будто Из сладких помидоров Это тоже вкусно Ну давай пока оставим Но Если прям сравнивать Кажется что первый образец Чуть более интересный Что ли Тоже пахнет томатами Никаких посторонних запахов Нету Но тоже не такой насыщенный Как первый образец Ты когда открыл первый образец Я вот прям здесь сидя Почувствовала Вот этот запах томатов Здесь тоже томаты Но как-то поменьше Какой-то такой слегка Кисловатый Для меня вот нету Наверное выраженности Какого-то конкретного вкуса Пока это будет третье место Пахнет томатами И тоже еле уловимый запах Но никакого постороннего запаха нет Это хорошо Да Супер Консистенция кстати Чуть менее густая Чем в предыдущих образцах Какая-то более легкая Несладкие помидоры Какая-то кислинка есть И острота От пряности явно Какой-то перчик Значит так Нужно сказать Что все они прикольные Ничем посторонним не пахнут Это действительно томатный кетчуп Из приятной консистенции У каждого есть свой привкус Где-то сладковатый Где-то островатый Кисловатый Но лично мне Больше понравился первый бродец Потому что во-первых Запах был невероятный Он был такой прям томатный Насыщенный Значит первое место Это первый образец Второе место Второй образец Вот эти вот Третий и четвертый Можно одновременно поставить на третье место Снимаем Первое Второе Третье Третье Ну ок Теперь будем пробовать те Которые я бы не выбрала По этикетке в магазин Если умело читать Пахнет томатами Пахнет томатами Кстати достаточно сильно Тут есть какие-то кусочки Возможно это кстати в стекле Там было написано с кусочками Я помню Пахнет приятно Достаточно густой Ничего такого особенного в нем нет Ну достаточно неплохой Пока значит оставляем Точно есть томат? Густой такой Тут точно не просто томат Я вот прям чувствую какое-то другое пюре И он такой прям густой Как будто это за овощей не сделается Как будто что-то добавили Чтоб он стал густым Ну вкусно Ну нет Ну это не томатный кетчуп Ну нет Я его не выбираю А ты едаст кто будет, а? Ты давай вот Выразишь свое мнение Ой, бля Ну ты видишь Ну я не вру Ведь правда Я никому не вру Все говорю как есть Ой, бля Тоже практически нет запаха Какой-то легкий уксусный аромат Есть как будто кислоты какой-то Но это кислота Как будто нет помидора Чего-то добавленного Какая-то консистенция сливового варенья Если вы его взбили Перемололи в однородную массу И вкус тоже Это что-то странное Это не чистый вкус помидоров Остается какой-то кисловато Для послевкусия И оно скорее нет овощей И пряности Скорее от какой-то кислоты Ну то есть это не то Нет Но несмотря на это Я вас хочу похвалить И сказать, что вы супер Ну какой-то чуть более Насыщенный аромат томатов Томаты чувствуются Более приятная консистенция, чем в предыдущих образцах Там она была какая-то странная Вот это вот больше напоминает те образцы, которые я выбрала По вкусу есть какая-то кислота То есть это более кислый соус Несладкий Чуть соленоватый Даже не чуть соленоватый Пока его можно отобрать Я не могу сказать, что он вкусный Но неплохой Поверьте Ну запах томатов есть Какой-то более жидкий Я вот не могу почувствовать прям ярко выраженный вкус томатов Как будто бы есть какие-то кислоты Вот как будто бы кислит не от помидоров А от каких-то добавок Нет, мне не вкусно И солено слишком Нет Если уж говорить по чесноку, как говорит молодежь Такой густой Крахмала не пожалели Точно не пожалели Там точно есть крахмал Он такой острый Он прям очень острый Ты прям ешь И уже ничего не можешь понять Ну мне, вот лично мне Вот не очень Я даже ничего не могу понять По остроте Хотя, может быть в этом фишка Потому что вот, ну не знаю Ну томатами он пахнет Он точно томатный Там нет уксуса Давай еще чуть-чуть тебе добавим Давай еще чуть-чуть На С тебе было вкусно? Дадим ему шанс Ле шанс финаль Ну по вкусу он прям помидорный Ну нету ничего странного Просто островатый Лично для меня По моим вот вкусовым Для меня слишком много перца Я думаю, что тем Кому нравятся острые Он понравится Много там еще? Последний Прекрасно Пахнет прям помидорами Ну и уксусом пахнет Как будто бы слегка Даже не слегка Чувствую какую-то пряность Чувствую помидоры Чувствую как будто бы уксус То есть ничего ужасного я не чувствую Ну какой-то вот он такой Не совсем как будто бы натуральный Наверное, что-то здесь было и повкуснее Это то, что я оставила? Махеев остался А какой был вот такой острый? Махеев Ну как бы острова для меня С кусочками вот этот вот Балтимор Ну как бы в принципе вполне себе годный кетчуп Ну просто не идеальный по составу Махеев я уже сказала Помидюр Что я про него говорила? А хрен его знает Камака И вот этот Камака Ну это, кстати, категория вторая Это первая То есть видите, в принципе Правила работают Возьмите себе все на заметку Закончим мы этот обзор знаете чем? Кринжом Я надеюсь, мы вам чем-то помогли Раскрыли тему кетчупа полностью Если раскрыли не полностью У вас есть какая-то дополнительная информация Обязательно пишите в комментариях И вообще пишите нам, пожалуйста, почаще Ставьте лайки Отправляйте это видео друзьям Нам это очень поможет в продвижении Я каждый раз Нет, не так Нет, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Более убедительно скажи Чтобы отправляли это видео Скажи, ты можешь Добавляли его в сторис Скажи, можешь заплакать? Да, можешь заплакать Правда, я вас очень-очень прошу Если вы нас любите Если вам важно наше творчество Делитесь нашими видео в сторис Отправляйте друзьям Пишите комментарии Да побольше Вот у нас есть 30 тысяч подписчиков На сегодняшний день Мы выкладываем новое видео Оно не подгружается всем нашим подписчикам А чем больше вы будете лайкать, писать И проявлять интерес Тем больше инстаграм будет казаться Что это видео интересное И большее количество людей это увидит Спасибо вам Убедительно, не убедительно Сейчас секу тебе Ну-ка, расскажи нормально Умоляю, пожалуйста Я вас очень прошу Для того, чтобы не было последствий Это была я Это были вы Всем отличных выходных Пока